Разнообразие не исключает единство. Так считают организаторы семинара, который прошел в Петропавловске. Посвящен он 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Песни, поговорки, сказки разных этносов, своего рода фестиваль культур продемонстрировали студентам. С творчеством многоликих казахстанцев знакомилась Александра Салмина. На сцене профессиональные артисты, актеры областного казахского музыкально-драматического театра. Эмоционально и чувственно они играют отрывок из известного казахского эпоса «Кызжибек». Прекрасная история любви не оставляет студентов равнодушными. А это радует зрителей уже представителей областной ассамблеи народа Казахстана. Заводные частушки поднимают настроение. Сказки, песни, былины, пословицы, стихотворения, легенды. Много лет они передавались от поколения к поколению. Устное творчество народов, проживающих в Казахстане, очень разнообразно и многолико. И такое разнообразие ни в коем случае не исключает единство, считают организаторы. Наша задача сегодня показать то, что объединяет все этносы. То есть мы, показывая фольклор, устное народное творчество, находим грани, параллели, которые сближают абсолютно представители всех этносов. И показываем то, что мы едины сейчас, потому что у нас очень много общего в культуре. Интересные видеоролики и яркие выступления. Такая форма проведения семинара студентам была интересна. Очень хорошо то, что подобрали разные виды усновонародного творчества. Это и фольклор, и пословицы, поговорки, и айтыз. Узнал очень много нового о быте других народов, о традициях их. И несмотря на то, что мы все такие разные, очень много сходства в наших традициях и культуре. Я думаю, что каждый из нас должен чтить и уважать традиции других народов. Семинар был очень интересный. Театрализованное представление и песни, и танцы. Но кроме того, он был очень познавательным. Также мы познакомились с культурой других народов. Участие в такой неформальной встрече приняли почти 600 студентов. Александра Солмина, Владимир Боровков. Новости МТРК.